всем привет я хочу похвастаться в кавычках похвастаться своей самой своей самой дорогой медалью которую я приобрел и я вам сейчас расскажу почему она самая дорогая сходила как-то в клуб вот коллекционеров и нашел там медаль у меня в принципе в коллекции есть такая медаль это за поход в китай вот она у меня в бронзе вот а я нашел там медаль в серебре и как бы и чувак отдавал ее достаточно дешево долго торговался вот я на на радостях значит что дешево ее урвал ну как дешево в принципе приличная за нее отдал но не так как она стоит на мешке или где-то еще то есть придя домой я начал ее изучать вот и понял что я купил фуфил то есть купил какой-то шрот подделку китайскую вот расстроился но вот пойду возвращать следующий раз если этот чувак там еще будет надеюсь что товарищ там сознательный и я без проблем верну сейчас я хочу вам показать эту медаль вот как она выглядит ты целая сторона ушка патина то есть ну все 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 нормально то есть не 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 внушает каких-то там опасений или недоверие от если присмотреться внимательно патина лежит как-то странно то есть она присутствует только вокруг буков на и сейчас я возьму указочку поближе поднесу вот значит и буквы да и вот эти все но штуки они такие как было немножечко покоцанные да там но чуть-чуть незначительно на а вот этот вот фон который должен быть в первую очередь побиты то есть какие там зарубки засечки то есть следы бытования их нету то есть вот это меня насторожило и точно такая же ситуация на лицевой части на то есть если рассмотреть узор вот у него есть такие вот как бы неровности на этих вот завиточках там что говорит о том что якобы она где-то терлась или билась или что-то еще с ней происходило да но фон бэкграунд так называемый да мы видим что он абсолютно идеальный как будто только из штемпеля вот это меня насторожило и я начал так сказать искать в интернете именно такую конфигурацию такой вентиль и такого вентиля я не нашел среди оригиналов чем он отличается от оригинальных медалей да там их им было несколько разновидностей частники выпускали то есть так далее то есть это китайская копия фуфел да вот смещена буква н смещена в сторону видите здесь завиток практически касается бортика здесь чуть больше расстояние такого не было на оригиналах да и еще на оригинале не было вот такого вот большого завитка то есть если вы посмотрите на внутреннюю вот это вот часть трезубец на этот трезубец вот этот вот внутренний трезубец на оригинале он маленький а вот такой вот широкий то есть разброс вот этой вот лапки завитка большой именно у китайской копии то что я сейчас держу в руках далее по обратной стороне если посмотреть значит в оригиналах у всех до буква и идет по отношению к последней цифре единицы на другом уровне то есть я не помню там а то ли выше то ли ниже здесь вот она идет вот вверх букачки и и вверх единицы на одном уровне в оригинале другой уровень так затем ну папа про патину этот уже сказал сильно блестящую и характерная особенность китайского фуфла это я вам сейчас покажу вот сабелька да сабелька и вот вот в этом моменте отсутствует часть горды то есть горда должна идти вот так вот и вот заходить вот сюда таким вот завиточком вот на китайском фуфле вот этого выступа нету то есть она заканчивается каким-то тут крючочком таким но посмотрите в интернете более детально увидите да то есть тут какая-то такая идет завитушечка и все и самой гарды нету вот затем в оригинале вот здесь вот на винтовке есть какие-то такие зарубки засечки вот в этом месте механизм какой-то показан схематично вот и здесь тоже этого нету здесь все пряменько ровненько штыка нету в оригинале он там якобы примкнутый штык такой заканчивается чуть-чуть таким остреньким на вот ну и так далее то есть отличие найти можно целую кучу ну а так внешне да то есть я даже не знаю это серебро не серебро возможно это посеребряное что такое то есть внутри там хрен узнает не распиливал здесь похоже что кто-то тут пытался чего-то это то ли анализ металла делал то ли что-то ли травил пули какие-то но это то явно выбои надо но здесь вот что-то что-то делали чего-то пытались добиться чем такой вот поход не очень удачный в клуб то есть хотя люди солидные то есть если там продают подделку или копию то есть но они говорят что это копия на эту медаль чувак продавал именно как оригинал ну в общем вот так вот я попал будьте внимательны товарищи изучайте сначала предметы прежде чем покупать но я повелся на цену и хотел урвать халяву вот так вот она обернулась мне но так принципе медаль красивая если не вдаваться в эти подробности естественно на стенд и выставлять не буду нафиг метод фуфил вот буду возвращать также хотела я вам показать жетончик но жетончик этот оригинальный я его уже упоминал раньше бальный жетон но не показывал сейчас я вам покажу это оригинал хором с хорошим качеством то есть тут вообще без вопросов то что я хотел размещать сюда на на стенд в рамку но потом передумал и мне подсказали что не стоит жетон это не награда это не медаль это выдавалось во время баллов выдавалась меценатом спонсором который финансами или чем-то каким-то образом помогали императорской армии чем-то участвовали также так сказать финансировали вот выдавалась такая он носился на ленте не помню какая лента по-моему императорская лента или по-моему цвет императорского флага либо российский триколор ну собственно все что я хотел рассказать рассказал вам будьте внимательны при покупке могу сейчас он более детально показать оригинальную медальку для этого не нужно одну минуточку развернуть планшет планшета стенд сейчас сниму телефон штатива я вам покажу оригинальную поближе вот так вот выглядит оригинальная медаль это темная бронза так сейчас я переверну обратная сторона потертая где 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 а вот потертая но рассмотреть что-то да можно здесь немножко другой штемпель в отличие от моего от ямеда от моего от китайского фуфла вот ну кое-что видно без вопросов оригинал все что здесь находится на вот этом стенде под рамочкой все оригинал сейчас я вам постараюсь это все показать более качественно это тоже одна из последних моих приобретений пряжечки это еще спатиной родной так сказать так вот это ну это частник дмитрий кучкин я только что показывал это крым тоже оригинал с остатками золочения это я все покупал на клубе это все оригиналы вообще без вопросов ну вот попадаются такие вот товарищи русско-японская георгиевская медаль георгиевская медаль георгиевская медаль третьей степени так вензелечек тоже показывал да вон пуговица так орел красавчик и двухсотый кроншотский полк погончик который я собрал уже я про него все рассказывал это просто показываю вам детально я сблизи какие-то вещи на общем стенде я показывал уже вот так вот обзор получился вот сейчас я чуть покажу себя я значит состриг усы как и обещал вернулся свой прежний вид вот теперь я уже не николай второй обычный товарищ вот посмотрите все так что пишите комментарии ставьте лайки если понравилось видео до новых встреч пока 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 пока